Сейчас я возьму перо. Да. Сегодня мы поговорим про Первый Angular. Первый Angular — это такой очень забавный фреймворк. В чем его забавность? В том, что, знаете, три года назад я был восхищен концепцией, которые предлагает Первый Angular. Где-то год назад я его хаял просто на каждом перекрестке и считал, что он должен поскорее умереть. Сейчас же я не побоюсь утверждать, что из всех известных мне фреймворков Первый Angular является одним из наиболее легких и продуктивных с точки зрения бизнеса. Итак, о чем идет речь? О том, что, грубо говоря, мы можем взять человека, минимально знающего какой-нибудь язык, минимально знающего какой-нибудь язык программирования, даже не обязательно JavaScript. Почему? Потому что, как мы сегодня увидим, программирование на Angular — это не программирование на JavaScript на самом-то деле. Посадить его, и он будет приносить нам вполне конкретные деньги. Почему? Так, давайте вначале разберемся, немножечко поговорим о философии Angular. Расшарю экран, пока я не забыл. Мы с вами вот уже немножко поговорили про React, плюс господин Листочкин вам рассказывал, про, в принципе, современную философию построения систем, когда у нас полимер, все они недалеко ушли, что у нас все есть компонент. Компонент — это некая сущность, которая прячет внутри себя верстку, какой-нибудь CSS и логику. Это вот то, как сейчас видит, говорится, мир современных rich Internet applications или single-page applications, современная разработка. Новейшие передовые концепции, все почти популярные трендовые фреймворки — это та или иная вариация этих решений. Polymer, Angular 2, React, что там у нас еще есть? View, который мы сегодня упоминали, сегодня тут упоминался. Вот все пляшет вокруг этого, этой штуки. Почему это в моей картине мира усложняет вход в любой фреймворк, в погружение? Почему снижает продуктивность джуниоров? Потому что люди должны полностью изменить свою концепцию мышления. То есть еще недавно мы сидели, верстали HTML и писали CSS, а теперь нам надо рассуждать какими-то компонентами, в которые могут быть вложены другие компоненты, эти компоненты как-то взаимодействуют, у них еще появляются какие-то непонятные элементы жизненного цикла, которых отродясь не было в HTML и так далее. То есть количество вещей, которые нужно, к примеру, осознать, я не говорю изучить, а осознать для того, чтобы делать что-то на React, к примеру, на том же, достаточно большое. По итогу у нас получается следующий сценарий. Angular 1 пришел в веб ровно с двумя идеями, одна из которых не была революционной, и до этого существовали всякие фреймворки типа нокаута и прочего. Вторая же, вот в моей картине мира является той причиной, почему Angular 1 стал популярен, и почему он, в принципе, и сейчас достаточно популярен. Девиз Angular – давайте расширим HTML. То есть в попытке, если вот здесь мы пытаемся построить какую-то экосистему, которая включает в себя существующие HTML и CSS, то есть при построении компонентов мы используем HTML и CSS, Angular изначально пропагандирует совершенно другой подход. Вот, смотрите, у вас есть HTML, а теперь возьмем, добавим просто немножечко магии, и у нас этот HTML начнет уметь немного больше, чем он умеет сейчас. В итоге, что начинает происходить? Вы пишете простой HTML-код, который добавляете некоторым количеством, чаще всего новых атрибутов у элементов. Это естественный процесс. Пока вы учили HTML и CSS, вам постоянно приходилось запоминать новые атрибуты, что они делают. И потом, благодаря этой магии, что-то начинает происходить. Эти атрибуты начинают как-то взаимодействовать с JavaScript, и что-то начинает происходить вот прямо на странице. То есть суть в том, что вы продолжаете делать то, что вы, в принципе, умеете делать, верстать HTML. Вы просто начинаете доучивать в себя какую, грубо говоря, магию, что надо сказать, чтобы, допустим, вот этот кусочек JavaScript склеился с вот этим кусочком HTML. Все. Это, собственно, основная идея Angular. Вторая основная идея, которая, как я уже говорил, существовала там и до этого в фреймворках, это двустороннее связывание. Что такое двустороннее связывание? Это очень простая идея, о которой задумывались люди с незапамятных времен. Почему с незапамятных? К примеру, сайт Apple еще в 2000-каком-то бородатом году до появления первого Angular использовал концепцию двустороннего связывания везде, где можно. Грубо говоря, у нас есть переменная x, и мы отображаем значение этой переменной в инпуте. Мы очень хотим, чтобы когда изменялось значение переменной x, содержимое инпута обновлялось, а когда изменяется значение инпута, обновлялось значение переменной x. Ну, связь с две стороны. Если вот эту связь, вот эту связь, то есть когда изменяется значение инпута, обновить значение переменной в JavaScript, я в принципе сделать легко. Ну, почему? Нам каждый раз, когда что-то изменяется, приходит событие. По событию взяли, обновили значение связанной переменной. Все просто. То сценарий, что когда изменяется значение переменной x, обновить инпут, до появления ES2015 и механизма прокси, было невозможно. Почему? Мы не имеем возможности в JavaScript сказать, отслеживать изменения вот этой переменной. В итоге весь Angular построен на концепции так называемого дайджест. Когда у нас по определенным событиям, не раз в n секундах, а когда что-то произошло, что может происходить, какие у нас могут происходить события в системе пользовательских ввод, нам пришли какие-нибудь там HTTP-ответы, ответы на запросы и так далее, проверяются все связанные переменные на странице, абсолютно все, проверяется, изменилось ли их значение по сравнению с прошлой проверкой, и если изменилось, синхронизируется тот кусочек HTML, где они выводятся. Понятная идея? Вот эта идея именно является с одним стороной абсолютным благом Angular, потому что у нас становится очень легко писать многие вещи. К примеру, в отличие от React, работа с формами в AngularJS одно удовольствие. Работа с формами в React в разы сложнее. И с другой стороны, вот эта же штука является огромным ударом по производительности. Почему? Потому что если мы не думаем о том, грубо говоря, бездумно лепим вот эти связывания, то у нас очень быстро странички начинают тормозить. Почему? Ну, представим себе, что у нас есть какой-нибудь массив, какая-нибудь, так, отставить, какая-нибудь табличка, в которой есть массив, и у нас тут объект с какими-то данными, у нас 10 полей. И мы выводим это просто табличкой. Тут у нас 10 полей миллион считать. Вот выведя массив из 100 элементов, в каждом из которых по 10 полей, мы заставим Angular на каждый чих проверять тысячу переменных. Ну, все понимают, да? Мы понятия не имеем, изменилось ли что-то, в итоге вынуждены лезть сюда. Именно поэтому в каких-нибудь синтетических тестах первый Angular сливает по производительности тому же реакту, грамотно написанному реакт-приложению, во много раз. Почему? Потому что грамотно написанное реакт-приложение имеет необходимые механизмы, чтобы не обновлять те куски, которые не обновлялись. Грамотно написанное реакт-приложение, собственно, как рассказывал Роман в прошлый раз, делает все, чтобы когда у нас изменялось состояние, у нас состояние изменилось так, что новый объект состояния не прошел проверку на старый через три равно, да, каждый раз, чтобы генерировался новый объект, Angular же не делает никаких предположений, он героически будет лезть в этот объект и проверять, что изменилось, независимо от того, новый это объект или старый. Таким образом, мы меньше требуем от программиста путем жертвования производительностью. Справедливости ради должен заметить, что для 90% приложений производительности первого у Angular более чем достаточно. Что? С чего такой кипиш? Сейчас я скажу. С другой стороны, проблема, еще одна проблема Angular в том, что он появился не очень, ну, достаточно давно. В итоге при его использовании вы не можете, вот, к примеру, поэтому некоторые вещи им приходилось изобретать самостоятельно. В частности, у Angular своя собственная система модулей, то есть вы не можете так просто взять и использовать ECMAScript 6 модулей, да? У вас, у Angular там собственная система там инъекций зависимости, в то время, опять же, как у нас есть модули и так далее. В итоге проблема заключается в том, что в процессе написания кода на Angular вы пишете, вы учитесь писать код на Angular, а не на JavaScript. Ну, то есть Angular стоит вот таким достаточно особняком в экосистеме JavaScript. Более того, у него есть некоторые детские болезни, связанные с тем, что его разрабатывали изначально не JavaScript-программисты. Поэтому человеку более-менее знакомым с JavaScript, и который начинал свое знакомство с JavaScript, ряд концепций, которые предлагает Angular, кажутся чуждыми. Типа депенд инъекций зависимости и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, как выглядит код на Angular. Понимаете, как? Одна из моих любимых фраз, это фраза Linux от Орвальца, толк из чип, шоу миза код. Наш Atom. Atom – это такой текстовый редактор, который стартует ровно в два раза дольше, чем IDE. В смысле, до Visual Studio? В смысле, да Visual Studio быстро стартует, чё вы на нее на голову? Зачем А? Что? Visual Studio коды есть для Linux. Более того, я сейчас на нее постепенно пересаживаюсь. Как раз. Да, Visual Studio коды реально в некоторых вопросах становится гибче Atom, а ты контрибьютишь Visual Studio код. Более того, учитывая, что в ближайшие две недели мне предстоит 8 часов в день учить людей TypeScript-у в одной из компаний, то и ноде. Вот TypeScript и ноды сразу. Что значит отдельно? Нет. У тебя, те приводят таких за ручку дот-нет-празработчик, говорят, сделайте из них за две недели мощных нод-программистов. Ты говоришь, много денег и легко. Почему упрощенный, усложненный? Праведливости ранее проще это объяснять, потому что, во-первых, у них в C-sharp есть асинк-авейт, во-вторых, в TypeScript есть нативный асинк-авейт. Поэтому очень большую часть рассказов про... Нет, про асинхронность в принципе в JavaScript можно просто пропускать. Ладно, поехали. Создадим индекс HTML. Отключим Angular. Это у нас AngularJSorg. Ну, почти попал, да. Учтите, я сейчас буду безбожно вложать в Angular, я на нем давно не писал. Ну, это нормально. Так. Да, ну, посмотрим, как это. Скрипт SRC. Сразу говорю, те, кто пишет на Angular, будут сегодня глубоко возмущены, потому что я буду многие вещи сильно опускать. Это вполне особенно, потому что у меня полностью поменялось видение... Осознанно, у меня полностью поменялось видение Angular. И если бы я сейчас читал бы какой-нибудь курс по Angular, я бы его рассказывал совершенно по-другому. Итак. Начнем с чего-то простого. Первое. У нас есть... Нам нужно сказать... Помните, в React у нас есть React DOM render to string? Мы говорим точку, начиная с которой React начинает, грубо говоря, владеть домом. Точно так же в Angular нам нужно это сказать. Для этого мы применяем... Говорим ng-app. И мы должны сказать имя модуля. Собственно, какой модуль у нас будет отвечать за управление этим куском HTML? Что? Что? Пишет bootstrap, да? Зачем? Вот расскажи... Я просто хочу сейчас... Извините, кому не знакомы, 3 минуты интересно. Вот расскажи мне кардинальные преимущества bootstrap перед ng-app. Почему? Хорошо, преимущество, что ты можешь негативировать на второй. А-а-а. А я тебе... Что? Нет, преимущество как раз... Ну, то есть, ребят, импиграция с первого на второй Angular – это легенда, знаете, как снежный человек. Говорят, что он в горах где-то существует, но его вживую никто не видел. Вот я лично знаю 5 больших команд, которые писали на Angular первом и переехали на Angular второй. Я прикажу, ребят, расскажите, как вы мигрировали. Говорят, какая миграция? Это мы все нахрен переписали. Ну, то есть, ребят, я понимаю прекрасно маркетинг гугла, который рассказывает про то, что да, вы можете переехать с Angular 1 на Angular 2 путем таких этих... Балшит. Просто балшит. Потому что Angular 2 предполагает кардинально другие концепции к организации потока данных в приложении, к организации работы с асинхронностью, концепция зон. Соответственно, попытки натянуть существующий Angular 1 код на Angular 2 обречены просто на провал. А по этапу, вы не поверите, Angular вам никак не будет мешать переходить по этапу на Angular 2. Ну, вот правда. То есть, вы будете использовать, если, ну, понимаете, вы переходите с первого на второй, поэтому вы будете вставлять в первый Angular куски второго, и вот в Angular 2 вы будете вызывать, ну, грубо говоря, bootstrap, Angular 1, может, продолжайте использовать ngap. Я сейчас специально буду использовать некоторые вещи, которые, я же говорю, возможно, расходятся с точки зрения комьюнити, потому что моя задача сейчас показать вам, грубо говоря, иной взгляд на подход к созданию rich internet applications по сравнению с тем, что сейчас радостно пропагандируется React, радостно пропагандируется Polymer, радостно пропагандируется Angular 2. Я сам был, по сути, жертвой этого хайпа, но сейчас я оборачиваюсь и понимаю, что вот то, что я сейчас буду делать, оно, в общем-то, не так и плохо. Хорошо. Берем ngap, объявляем модуль, да, объявляем здесь модуль соседним, так, я скрипт подключил, нет, конечно. Скрипт src равный индекс.js. Только если вы потом придете к себе в офис и скажете, что Angular 1 рулит, не говорите им, что это я вам сказал. Не поймут. Вот. ng-up код, как только вы это написали, Angular знает, что начиная с вот этой точки, он должен проверять вот именно вот этим механизмом двустороннего связывания и анализировать HTML, который вы здесь пишете. Хорошо. В Angular наплодили хреновую тучу за время существования Angular сущностей. Контроллеры, сервисы, директивы, фильтры. Я не буду вам про все это рассказывать. Я буду, я покажу, дам достаточно одной сущности. Что? Нет? Компонент. Что? В 1.5. Да, его бэкпортировали в 1.3. Но... Что? Да, бэкпорт – это когда что-то, появившееся в новой версии, переносят на старую. К примеру, таким образом компания Red Hat занимается поддержкой ядра 3.0 что-то, бэкпортируя все секьюрити обновления актуальной версии 4 с хреном на 2. Да, по-моему, Rheal 7, по-моему, на 3 с хреном построен. Почему так? Потому что большие серьезные корпорации не могут позволить себе по-хипстерски менять версию ядра каждые два месяца. Вот, если вам кажется, что я агрессивен против хипстеров, вам не кажется. Хорошо. Итак, компонент. Единственное, что вам придется изучить, по сути, в Angular, это, грубо говоря, знать свой инструмент, какие директивы предоставляются Angular. Дальше знать, что у нас есть из... как все это объявляется. Ну, то есть синтаксис, да? Потому что, говорю, это на самом деле нифига не JavaScript. Где-то мы на SDK, да? Я же, я, честно, нифига не помню. Более того, я никогда в жизни компоненты не писал. Developer Guide. Нет, не Developer Guide, извините. Open Reference мне хочется. Скорее всего, это в документации про Compile. На Compile, почему и так, я почти уверен, да? Нет, не всегда. Надо было знать, где что это. Короче, я ленивый, я подсмотрю. То есть я приблизительно помню... А, в гайдах есть. Отлично. Итак. Первое. Что такое компоненты? И как они выглядят? Как я уже сказал, основная концепция Angular, а давайте мы расширим HTML. Поэтому, давайте я хочу сделать... Вот беру в HTML и пишу тег PokemonInfo. Что, опять, да? Буду передавать ему, допустим, ID покемона. Обращаю ваше внимание. Вот здесь, как говорится, даунгрейдимся с мышления React, когда мы можем передавать все, что угодно. Это HTML. Поэтому вот в данном случае, как я не буду пытаться, иди будет, черт побери, строкой. Правда? Хорошо. Что у нас есть у каждого компонента? Абсолютно та же философия, как у веб-компонента. Там, к примеру, шаблончик. Давайте вот template. H1. Что за Pokemon? Так, я ленивая скотина, поэтому я оформлю это в других традициях старого JavaScript. крипта. Так. Да, конечно, вопросы задавайте по ходу. Нет, сейчас я объясню. Я не знаю, я не знаю. Это стоит по-другому охотникам. Почему нет? Заход с другой стороны. Смотри. В полимере и... Хорошо, давайте не будем трогать полимер, мы просто остальные про него не знают. Ну, не все. Не-не-не, я не хочу трогать. Говорят, он заразный. Смотрите. Идея в чем? К примеру, в React. В React мы пишем компоненты, которые рисуют HTML. Ну, я просто говорю. Точно так же, как у нас в Angular 2. Мы объявляем на самом деле компоненты, да, которые как результат своей работы рисуют в кавычках HTML. В Angular 1 главным является HTML. То есть мы пишем HTML, который провоцирует срабатывание отдельных кусков нашего кода, написанного AngularJS. Да, я вот с точки зрения современной философии JavaScript, это хвост машет собакой. Потому что у нас же как же, у нас же большой, у нас же современный JavaScript, у нас в качестве слоя представление, может быть, не HTML, у нас может быть вообще все, что угодно, да, ну, я имею в виду вот view слой, да. Может, мы это вообще на Canvas рисуем, может, это на WebJ. Все равно 90% приложений будет написано, 99% приложений будут использовать HTML, CSS и JavaScript. Ну, поэтому, опять же, вот идея в том, что мы во главе стола пишем HTML. Если я в React не могу сказать, что, слушай, у меня вот здесь обычная-обычная разметка, да, а вот здесь, опа, внезапно вызови React. Не могу так сказать. Потому что я обязан сказать, что у меня теперь все приложение, это компонент. Вот React взял, захватил вот эту точку, в эту точку рендерятся компоненты, в компоненты могут быть вложены только компоненты, здесь не так. Здесь наоборот, я же говорю, я пишу обычный HTML, я сейчас буду вызывать куски ангуляровского кода, которые будут изменять HTML, и этот измененный HTML будет содержать отсылки к другим элементам ангуляра, которые будут вызывать, соответственно, другие куски ангуляра. Все работает, и в основе лежит обычный HTML, привычный любому человеку. Что? Ну, я имею в виду, вот, скажем так, с HTML все гораздо больше знакомы, чем с философией компонентов подхода. Так вот, хорошо, вот компонент. Хватит жаловаться на то, что у меня нет конфигурации, есть лента, ну, господи. Я знаю, я сейчас допередам его имя. Надо сказать имя компонента. Смотрите, опять же, вот, ангуляр, чем нехорош, надо запоминать некоторые вещи, в которых легко облажаться. К примеру, в HTML мы пишем название компонентов через черточку, да, ну, тегов, а при объявлении компонентов мы должны ему давать имя HTML-кейса. То есть вот смотрите, что в данном случае, что произойдет. Ангуляр, вот начиная с этой точки, будет анализировать HTML и увидит Pokemon.info. И увидит, о, у меня есть компонент Pokemon.info, и, грубо говоря, вызовет для этой точки, да, компонент Pokemon.info. Угу. Ну, давайте попробуем это запустить. Конечно, вряд ли оно запустится. Печка. Правда же, оно заработало. Вот сравните, какова вероятность, что программа, записанная на React, работает с первого раза. Вот. Я не издеваюсь. Я в данном случае говорю о простоте. Хорошо. Ну, это так. Давайте пока, прежде чем трогать Pokemon, сделаем банальную вещь, немножко более банальную. Input. Я хочу себе input, который ведет себя как input type number. Ну, то есть, грубо говоря, input и две кнопочки, плюс-минус, да, больше-меньше. Угу. Я вот назову его. Пока что просто number input, и буду передавать value равное 5. Да? Я мог бы и этот и текст не закрыть, потому что это у нас HTML. Так. У меня будет шаблончик, да, который будет выводить. Input. А, и правда, и текст. Представим себе, что у нас нет, я же говорю, нормальной поддержки. Да? Button плюс. А, слушай, ну, а что значит, вот давай, вот, традиционный, на самом деле, вопрос, работает ли англёр с Е6? Что ты понимаешь, работает с Е6? Какие? Нет, не настолько... Ну, не... Слушай. Да, нет, ну, то есть, смотри, вопрос глупый, почему? Angular – это JavaScript, Е6 – это JavaScript. Ну, назовите, почему JavaScript не работает с JavaScript. Вот. Более того, я сейчас совершу большое кощунство, поскольку, вот, просто из принципа. Поскольку это у меня просто вызовы HTML, а никто мне не запретит... Что? Да, я имя не поменял, спасибо. Там, бэр, инпут. Вернуть компонент не обернутый в один диф, да? Казалось бы, у меня один превращается в три. Ну и что? Черт побери. Еще раз, вот воспринимаете это как пост HTML, от которого вы все смеялись. А я вас запомню. Всех. Так, а Angular, по сути, делает то же, что пост HTML, у него на входе HTML и на выходе HTML. Он просто модифицирует HTML в соответствии с теми правилами, которые вы пишете. Я понимаю, что те, кто из вас, кто пишет на Angular, вряд ли когда-нибудь задумывались об этом с такой точки зрения. По сути, это пост... ну, в кавычках, конечно, это очень сильно натянуто, потому что процесс бесконечный не становится, это плюс-минус процессор для HTML. Окей. Хорошо. Давайте я все-таки создам какой-нибудь ESLint RC, что он меня достанет. ESLint RC. Кому достаточно вот так. Сказать ему, что успокойся. Я сегодня, как это, у меня такое плохое настроение, я хочу плевать на ESLint. Окей. Дальше. Нам надо как-то научиться принимать данные, которые нам передаются снаружи. Вот я в свой number input передаю, что это значение value. Нам надо как-то научиться его получать. Хорошо. Для этого есть bindings, в котором я напишу value, двоеточие, равно. Здравствуйте, тут провокации. Что это говорит? Это вот здесь, в bindings, я, грубо говоря, перечисляю те атрибуты HTML, которые будут употребляться моим компонентам. Имейте в виду, это как аналог пробсов в React, да? Хорошо. Куда... Так. Сейчас я где-то документация, сейчас же я буду кое-какие вещи подсматривать, потому что... Отлично. Хорошо. Куда же попадает это? Еще у нас есть штука под названием контроллер. Вот вам чуть-чуть ES6, а то вы скучали. Да, которая будет вызываться, когда у нас создался этот компонент, и в котором мы можем этот компонент настроить. Давайте посмотрим, прежде всего, что же у меня лежит, что же у меня сюда придет. Кстати, здесь нельзя использовать стрелочную функцию, я вас обманул. В смысле, вот так или просто написать вот так? Конечно, можно. Ну, кто ж вам запретит? Я контроллер с консоль локзис. А что, жалуемся? Unexpected токен слабый. И смотрите, ух ты, у меня в зис, в поле вэл лежит моя пятерка. Просто то, что было передано, да? Что? Да. А я теперь хочу ее вывести вот здесь. Value. Точно так же, как в Angular. Вообще, в React мы используем, чтобы что-то вставить, одинарные скобки, да, здесь используются двойные. Да? Только я не помню, мне нужно в кавычке это одевать или нет? Не помню, по-моему, нет. Все, что у меня здесь лежит, я что, что я выводил вот этим зисом? Контроллер, да? Так вот, в шаблоне все, что лежит в контроллере, лежит в переменной доллар контроллер. И там будет лежать мое поле вэл, но если я правильно помню Angular, нет, неправильно, как видите. Сейчас. Оставилась пятерка, которую я передал изначально, да? Отлично. Теперь же мне надо как-то эту пятерку изменять, ну, грубо говоря, чтобы по нажатию плюс она увеличилась, по нажатию минус она уменьшилась. Сразу говорю, вот я вижу, как человек психологически страдает про то, что не рассказываю, откуда взялся вот этот доллар контроллер и так далее. Ну, держитесь. Ребят, еще раз, основная проблема Angular, сейчас я пришел к выводу, в том, что там тонны абсолютно нахрен ненужной фигни. К примеру, возможность дать вот имя контроллеру, там, для того, чтобы вот здесь была ссылочка не через доллар контроллера, еще что-то. Какие-то там контроллеры, синтексис и так далее, которые вот усложняют понимание, 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 они нужны ровно для одного. Чтобы когда вы пришли на собеседование как AngularJS разработчик, вас это спросили, вы не знаете, вам дали меньше денег. Ну, серьезно, вот я абсолютно резонно считаю, что если вот осознательно изолировать некоторые вещи в Angular, которые не используются в 90% случаев, то Angular можно выучить очень быстро и быть на нем очень продуктивным. Вот, ну выдержитесь, потому что я сегодня буду творить всякую фигню. Хорошо. Нам нужно как-то повесить обработчики событий. Ну, хорошо. Как бы мы вешали их в JavaScript? Ну, там, с помощью, ну, в евреаске, да, он клик, это здесь абсолютно та же логика, только ng-клик, равно, и дальше здесь, допустим, инкремент, инкремент. Обращаю внимание на фундаментальное различие. Что? Кавычки разве? В смысле, вот эти скобочки? Фигурные, да, извините. Да, я сейчас... Что? Да, сейчас и контроллер, инкремент. Да, действительно. Обратите внимание на одно малозаметное, но фундаментальное отличие от React.js. В React.js я бы написал то же самое без скобочек, да? Вот не было у меня скобочек после инкремент. Почему? Потому что React строится вокруг философии JavaScript. То есть мы говорим, когда произошел ng-клик, вызови вот эту функцию, да? У Angular 1 в основе лежит фундаментальное понятие выражения, expression. Представьте себе expression как кусок JavaScript кода, который выполняется. И это правда. Внутри первого Angular реализован собственный парсер вот этих выражений, который, грубо говоря, берет вот эту штуку и безопасно выполняет ее как функцию. Проще, можно представить, что написано Eval, да? То, с чем мы привыкли бороться, то, что мы там крестили злом на протяжении всех это, expression точно такой же, только модифицированный. Ну, отлично. Мне надо теперь написать эту функцию thisIncrement. Как она будет выглядеть? ThisIncrement. Это функция, которая делает this value++. Так. Работает. О, точно так же делаю ngClick равно controller декремент минус. Ой, слушайте, а у меня вот эти функции будут абсолютно одинаковые. Давайте я бы хотел вот передавать, создать функцию step и передавать и плюс один, или минус один, да? Поскольку это нифига не функции, как принято в реакции, никто мне это не запрещает. Step1, step-1. This step, this value, плюс равно step. Обновились. Работает. Обратите внимание, сколько на самом деле скрытой работы происходит за кадром. За кадром что происходит? Angular видит, что у нас есть директива ngClick, в которой написан какой-то код. Он его запускает, этот код. Дальше, поскольку наш код находится во владении Angular, во владении Angular, он знает, что после того, как мы выполнили этот код, надо проверить, а что поменялось. Берет и изменяет эту, и смотрит. О, у меня поменялось поле value. Я помню, что поле value связано с вот тем input type text. Обновляется держимое input. Все. Для сравнения мы можем посчитать количество граблей, на которые мы бы наступили на это в реакте, да? То есть, если бы мы писали вот так вот с функцией step, нам, по-хорошему, надо было бы мимоизировать эту функцию, чтобы она не обновлялась на каждом рендере, либо performance. Нам нужно было бы не облажаться, не забыть. Ну, во-первых, я бы это play так не смог бы написать, мне бы пришлось его обернуть в div. Потом, у input, о, черт, мне же надо было бы еще бы написать onChange, потому что все input, ну, input по-хорошему в реакте должны быть управляемыми, да? То есть, для того, чтобы обрабатывать изменения. Да здесь, да ничего мне не надо. Я могу нажать, написать вот так, ничего не сработает. Почему? Да, вот правильно. Казалось бы, одна из главных фич Angular не сработала. Почему? Потому что то, что я вот писал вот здесь две фигурные скобки, это интерполяция. Помните, как в ЕС шестых строках интерполяция, то есть подстановка, да, выражений? Вот здесь то же самое. Берем какой-то код, подставляем выражение, как в реакте. Но сила-то Angular не в этом. Сила вот как раз в этой двухсторонней связи. И для этого применяется директива ng-model. Вот еще раз говорю, вот познание Angular заключается, типа, неделю учишь все директивы, потом неделю тебя хорошо бьют для того, чтобы ты правильно их использовал, на выходе, ты уже можешь писать вменяемый код. И вот, смотрите, я говорю ng-model равно controller value. Обновляю. Смотрите, внешне осталось все то же самое, да? А теперь, смотрите, я могу спокойно написать, а? А-а-а, не сработало. Почему? Строка, да. Поэтому нам придется здесь написать. This value равно плюс this value плюс step. Ну, извините, Angular не может улучшить JavaScript. Он может только ухудшить, у него это хорошо получается. В данном случае Angular не виноват. Продолжает работать. Обратите, ну, вот, я не знаю, как это, если кто-то из вас не учил Angular первым, я не учил Angular первым, потому что когда я появился, когда я начинал свой путь в мире JavaScript, Angular еще не было. Точно так же это. Вот это, это кажется очень простым и органичным. Это не уходит далеко от того понимания HTML и JavaScript, как большинство людей приходили сюда, во Frontend Development. То есть, а как они приходили? Когда у нас есть HTML, мы используем JavaScript для довешивания рюшечек. Вот здесь то же самое. На каждом шаге мы просто довешивали рюшечку, которая нам уже помогает решать задачу. Хорошо. Но здесь же таится главная пакость Angular. Angular, в отличие от React, является фреймворком. Каждый раз, когда меня спрашивают отличия между фреймворком и библиотекой, я говорю, что смотрите, все очень просто. Говорит, если вы решаете, как вам все делать, это библиотека, а если вам фреймворк диктует, что все должно быть только через меня, это фреймворк. Если вам решает. Вот в данном случае я хочу, чтобы у меня степ увеличивался каждую секунду. Давайте вот я здесь напишу две кнопочки. Вот. Я хочу еще кнопочку старт-паузы. Вот нажимаю старт, она превращается в паузу. Да. Если она... Батт. Смотрите, как я могу сделать в Angular. Батт. Мне понадобится новое состояние. Является ли сейчас, грубо говоря, включен таймер или нет. Я его помещу вот здесь вот. Напишу this is timer on равно false. Это вот просто будет флажочек. И говорю, баттон NGIF, выкуси реактор своими терминерными операторами. Если таймер включен, показать кнопочку старт. Старт. Спасибо. Если таймер выключен, показать кнопочку стоп. Да. Я, конечно, мог бы сделать это интернарным оператором. Да, одна кнопка в зависимости. Тем более я сейчас собираюсь написать на них одинаковый ng-клик. Давно контроллер, toggle-таймер. Ну, потому что я ленивая скотина. Да. Еще слово кликню. Вот это, кстати, еще одна проблема, за что не любят Angular. Но это действительно проблема. Вот смотрите. Вы такие опечатались вот так вот. Да? Вместо ng-клик. И будете долго, героически искать, почему у вас ни черта не работает. Почему? Из-за того, что HTML находится во главе, что с нашей точки зрения? Это просто обычный атрибут. Да? В HTML разрешены всякие непонятные атрибуты, и Angular никак не реагирует. Ну, не знаю я, как обрабатывать ng-клик. Это вот один из минусов. Да, почему оно должно? Обычный атрибут, в котором написано какая-то ересь. Ну, ок. Вы понимаете, если вам покажется, что я продаю Angular, я вам должен показать еще и плохие стороны. Ну, слушай, вот это в React точно так же. Имя компонента и 18 профсов, которые ему передаются. В смысле? Да, конечно, можно. Это и так просто показать. Я могу написать вот так, button-клик равно, ну, к примеру, так. Оберную вот эту кнопочку в еще один спанчик, и этот ng-клик помещу в спанчик. Да? Мог так. Могу написать вот так. Опять же, Angular, в смысле, после двух этих мы можем писать любое, почти любые джаваскриптовые выражения. Кстати, почему почти любые? Я, к примеру, вот здесь, в отличие от React, не смогу обратиться к глобальным переменным. Вот, в принципе, не смогу. Опять же, почему? Потому что на самом деле это вызывается, ну, обрабатывается не Eval, а и же собственным ангуляровским парсером, который сделан для того, чтобы быть максимально безопасным. Все-таки ангуляр разрабатывался гуглом, и поэтому они там, джависты, ну, разрабатывали его джависты, джависты имеют традицию думать о безопасности. И то, что во фронтете у нас, и в продакшн. Я могу написать так, да, контроллер из таймер он, если он включен, то стоп, в противном случае старт. Ну, да, и опять же, ну, ангуляр нам дает силы, но не отбирает их, в отличие от React. Дальше. This toggle timer равно функция this is timer on равно не this is timer on. Да? Проверю. О. Еще сейчас. Да, я там чуть-чуть не сошлось. А, кавычки, кавычки, да, одинарные. Надо двойные использовать. Сколько я в одинарных сейчас пишу шаблон. Опять же, сейчас я пишу шаблон в демонстрационных целях. Ангуляр позволяет вместо темплейта указать темплейт уру и подгрузить шаблон из HTML, которые лежатся рядом. Да, удобно разделять шаблоны. И это. Окей. Так, проверяем. Старт меняется на стоп. О, чудо. И давайте сделаем... И у меня будет const... Какой-то черт у const? Let timer. И я говорю, если у меня есть таймер, то clearInterval timer. А, чистить таймер, если он у меня был. В противном случае таймер равно setInterval this step, this value равно плюс this value плюс 1. Так, закрылась скобочка. Закрылась скобочка setInterval. Я сейчас вас маркером кидаться буду. Вот я знаю, что вы, Катя знает, что вы. Катя лучше вас в данный конкретный момент. Она молчит. Я понял. Да, действительно. Вы отлично сидите на одной линии огня. Если я попаду, кину маркеров в одного, кину в другого, то я все равно не буду жалеть. Все равно пойдет на пользу. Действительно, ничего не происходит. Давайте возьмем сюда console.log. Я не вижу здесь красной жрицы, которая может вас воскресить в случае чего. Я не смотрел так, друзья рассказывали. Ну, серьезно, не смотрел. Так, давайте посмотрим. Console.log this value. Я нажимаю старт. Срабатывает console.log, действительно увеличивается. Почему так? А это происходит именно потому, что ангуляр не знает о том, не имеет возможности узнать, чтобы обновилась переменная this value. Почему это работает, когда мы делаем ng-клик? Потому что ng-клик, вот этот код, у нас запускает сам ангуляр. Ну, он же ответственный за ng-клик, да? И он понимает, что окей, мы сделали какой-то код, мне нужно перепроверить, что у меня поменялось на странице. Да? Здесь у нас никакого... Здесь же этот set-интервал дергается сам по себе. Да? Черная магия браузера его дергает. Красная магия браузера его дергает. Но ангуляр понятия не имеет, что ночь темна и полна ужасов и не может обновить поле input в соответствии с this value. И вот как нам это сделать? Для этого в ангуляре существует некий механизм, позволяющий сказать ангуляру о том, что у нас происходит. Простейшее. Для этого в ангуляре есть концепция сервисов. Сервисы, это рассматривайте их точно так же, как модули в нормальном шестом экмоскрипте. То есть это некая сущность, которая существует в одном экземпляре, да, всегда, как у нас модуль. Он запустился один раз, а дальше, когда сколько бы раз мы его не импортили, всегда будет подставляться один и тот же выполненный модуль, да? Вот здесь то же самое. Плюс ангуляр предоставляет призабавнейший механизм их инъекции. Вот тот сервис, который мне нужен... Сервисы существуют в ангуляре для автоматизации, ну, грубо говоря, с помощью сервисов предоставляется вся функциональность ангуляра. Сервис, который мне нужен, называется dollarscope. Я могу в конце вот здесь вызвать специальный метод digest, который, говорит, именно и является сигналом ангуляра обновить состояние, ну, обновить свое состояние. Если я не облажался, что вряд ли. Чудо, оно работает. Нет, потому что у меня console.log, потом плюс-плюс, потом digest. Все нормально. На самом деле, на самом деле, правильное решение здесь было бы... Вообще использовать dollar digest плохо. Почему? Потому что это почти внутренний метод ангуляра. Вы можете там получить ошибку, вы пытаетесь вызвать digest, уже находясь внутри дайджеста. А если ангуляр пересчитывает данные, и вы пытаетесь заставить их пересчитать еще раз, то... Более того, это моя любимая иллюстрация. Если вы найдете, погуглите, дайджест is already in progress, то вы найдете восхитительно заплюсованный ответ, который предлагает проверять там scope dollar face, это в какой фазе сейчас находится ангуляр, ну, там, грубо говоря, внутреннее состояние, и в зависимости от этого что-то делать. Существа, ошибочно называющие себя разработчиками, копипастят вот это, и оно работает. Проблема в том, что никто не... И после этого они плюсуют этот ответ, и он гречески ползает вверх. Проблема в том, что ангулярцы настолько отчаялись, что прямо в официальной документации ангуляра, в разделе антипаттер, это написано, что никогда это не используйте. Вот. Вот именно поэтому я рассказываю, что ангуляр это плохой язык. Ну, то есть, во-первых, запомните, один доллар хорошо, два доллара много. Если вы видите, что где-то что-то использующее, вот, точка два доллара, это внутренние механизмы ангулера. Их использовать можно только в состоянии крайней безысходности и дедлайна завтра. Ну, давайте мы в открытой фразе никогда не используйте, абсурдно. Вот, крайняя безысходность и дедлайн завтра, да. Вместо этого... Да, там, понимаете, там вот много забавных безысходностей. Да, ребят, перед тем, как писать новый плагин, посмотрите, скорее всего, это уже сделано. Вот. Окей. Про последнее мы еще поговорим. Про пятый пункт. Хорошо, поехали. И поэтому, на самом деле, правильное решение будет воспользоваться функцией scope.apply, которая принимает на вход функцию, и в которой нам надо... Мы говорим, что смотри, ангулян. Вот мы гарантируем тебе, что то, что мы передали в scope.apply, это что-то, что изменяет твое состояние. Поэтому после того, как ты это закончишь, пересчитай состояние. Ага. Что? Аплиосинк, я не буду про него сегодня рассказывать. Я... Как это? Добрый. А? Ну, оно все так же работает. Да? Но и это не самый правильный способ. Почему? Еще раз, ангуляр — это фреймворк. Добрый дяди из Google, в отличие от вас, проделали грандиозную работу по созданию... Нет, по созданию инфраструктуры для того, чтобы вам не приходилось раньше времени лезть в эти дебри. О чем идет речь? У нас есть сервис, который занимается ровно тем же самым, обновляя данные по каким-то интервалам. Он называется доллар-интервал. Опять же, еще раз говорю, процесс познания ангуляра заключается в том числе в познании сервиса. Я просто не помню, как отменять интервал. Не, не, он есть, из незапамятных времен. Вот. Вот доллар-тайм-аут, доллар-интервал... Так. Интервал, что он там должен... Я просто не помню, как отменять его. Интервал.cancel. Да. Ага. Хорошо. Значит, чего он там принимает на вход? Синтаксис... Функция, delay, да, все как всегда. Можно еще количество раз. Значит, у меня будет таймер равно доллар-интервал. Здесь моя вот эта функция, да. В консоль лог больше мне не нужен никакого apply. Тысяча, да. А дальше, если у меня таймер, мне нужно отменить интервал, у доллар-интервала есть метод cancel-таймер. Конечно. Мы сейчас, если посмотрим исходники, давайте вот глянем, где я там был. Естественно. Вот. Открываем исходники сервиса, сервиса. Да, вот, ребят, один из минусов, естественно, что вам нужно знать... Вам не нужно... Вам надо знать, что эта штука существует. Все. Дальше вы открываете документацию, все понятно. А, зато не надо знать JS. Ищем интервал. Вот он. Короче, у меня с вот бла-бла-бла, это все документация. Еще немножко документации, еще немножко. Вот они делают promise, с которым делают set-интервал и выполняют eval-async. Ну, apply eval, давайте пока не вдаваться в подробности совсем. Но идея ровно та же самая. Тут код усложнился с тех пор, как интервал стал возвращать promise. Раньше он был вообще простой. Ну, суть в чем. Все, проверяем. Оно дальше... Оно продолжает работать. Канарейка мне нужна. Старт. Да, оно работает. Вон апротюе. Так. Хорошо. Однако, вот тут человек, находящийся в здравом умеет средств пепапити, должен задать интересный вопрос. Говорит, слушайте, вот я написал функцию доллар-интервал, а как он мне подставил туда именно доллар-интервал? Что это за черная магия? Вот, в конце концов, я могу назвать эти аргументы вини и пух. Почему он, как он понял, что я хочу вот туда? Вы не поверите. Что делает Angular вот в таком режиме по умолчанию? Он берет вашу функцию, делает ей toString, находит первую скобочку и дальше анализирует имена аргументов и смотрит, есть ли у него сервисы с такими именами. Все. Да, ну я просто, я же говорю о черной магии. Вот за что они любят Angular, за то, что действительно, это есть в Виставе черная магия. Эта черная магия не очень хороша. Почему? Потому что любой минификатор перед выпуском кода в продакшн пожует эти переменные, да? Но комьюнити эту проблему, им настолько нравится так писать, что они героически решили эту проблему. В плане того, что всегда сейчас есть модули для минификаторов, которые проходятся по ангуляровским вот подобным функциям и переписывают их в немножко другой формат, чтобы оно свободно обрабатывалось минификатором. Какой формат, не будем говорить, это не так интересно, ну правда, через точку ng-inject и так далее. В конце концов, моя задача дать вам обзорный вью Angular, а не глубоко в него нырять. Собственно, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сейчас у меня на часах 20.45, в 20.57, нет, лучше 58, мы продолжим. Да. Да, мы сейчас до этого дойдем. В смысле, а, ну да, ну прокси, смотри, ты можешь взять объект и отслеживать любые обращения к его полям, да? Все, и ты таким образом можешь гарантировать, что если кто-то полез в это поле, ты его обновляешь. У тебя нету прокси в ES5. Ты не можешь в ES5, вот у тебя есть просто объект, ты не можешь каким-то образом отслеживать обращение к его произвольным полям. Просто не можешь. У-у-у, слушай, ты не поверишься, я тебе так просто это не напишу. Давай я тебе в субботу, в воскресенье покажу, если ты будешь. Хорошо, плохо. Я надеялся, чтобы никто не придет, и я пойду домой. Черт не прокатило. Какая-то разница. Вот. Не-не-не, он, смотри, он очень много скрывает избыточных вещей в директиве, которые не нужны. Во-первых, у компонента всегда изолированный сколп. Ты не можешь сделать у него родительский сколп или сколп фоллс. У него всегда только изолированный сколп. Дальше. У него всегда применяется контроллер из синтаксис. Если ты не указал имя, будет использоваться имя доллар контроллер. Ну, то есть, да, и рестрикт у него всегда е, элемент. Так, сейчас. Более изящая абстракция. Знаете, если вдруг кто не видел, я в следующее воскресенье в фабрике буду лекцию по докеру читать. Если кому-то что-то интересно, то регистрируйтесь. 31 июля в фабрике. Я буду читать бесплатную лекцию по докеру для твоего скриптера-заботчика. Что такое докер? Нафига он нужен и так далее. Немножко. А теперь я буду три часа про это вещать. Да. Что? Нет, на фабрике, скорее всего, еще нет анонса. Поскольку я еще не дал им денег за... Не внес предоплату за зало. Вот, почему... Я правильно сделал, потому что вначале я хотел арендовать самый маленький зал, но там уже 60 человек зарегистрировано. Поэтому все не влезут. Да, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, везде в моих группах сегодня было анонс. Ну, там есть ссылка. Ссылка на Google. На Google-док? Google-формочку, которую надо заполнить. Да. Вот она, ссылка для регистрации. Ну, сколько? Да. Да, мне интересно, сколько там было. Было 68. Ну, уже 69. Но. Слушай, это регистрация еще не везет. Нет, я понимаю. Я просто говорю, если вдруг кому-то интересно, то... Ты когда собираешься закрывать запись? В смысле? Когда будет, я думаю, человек 130? Ну, там зал на 150 человек. Потом еще 20, которые... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Там есть зал побольше, человек на 400. Нет, зал на 400 я пока не готов. Ну, зря. Нет, ну, конечно же я могу прийти к компании Дэв Пройс, и сказать, проспонсируйте меня. Тем более, они указаны в качестве партнера фабрики. Думаю, нет. На самом деле, не хочу. Мне интересно, во-первых, во сколько это обойдется по деньгам. Аренда? Да, кофе-прейтища. Не, ну, слушай, 3 часа чисто слушать, ну, начинается поплава. Нужен перерыв. Сейчас я перерыву. Что? Нет, я думаю, ну, я не знаю, еще думаю. А в ГРД я устраиваю 6-ти, да, и 8-ти часовые партнеры. Там же вообще-то, наверное, на 4-е, да? Да. Возьмите его. Да. Вот, что-то я сегодня в ударе. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Наверное, скажу, что я не готовился. Серьезно. Не успел. Вчера я целый день статью дописал, а сегодня вот вместо подготовки дописал следующую статью. Завтра утром выйдет. Переходишь в унстренный режим. Утром статья, вечером статья. И так неделю подряд. Да. Слушай, я еще 2 недели буду жить. Вот это просто. И, слушай, я тут намерен там... Сейчас я только что... Перо с этого, с ручки. Вот чего, что? Они партнеры фабрики. Нет, они партнеры фабрики, не мои. Ну, блин, они взяли еще одну команду, дотнет-разработчиков, потому что надо срочно-срочно переучить. А, у тебя вместо 12 человек уже 24? Нет. Эту команду я учу в режиме интенсива. Две недели и все. Изи лайф, изи мани. Хорошо нам учить, я не пойму. Открыл документацию, прочитал. Ну, отлично, круто. Как это? Это должен быть сделать. Ты им покажешь ссылку? Да, несомненно. И сколько обучающихся? 6. 7. Сейчас я найду, куда я делал... Куда улетело это? Я еще и секунду. Куда улетел кончик? Серенькую штучку, которая вставляется сюда, я ее нечаянно. А вот это не она, где он... Где? Где торчит? А, нет, не она, да. Она светлее. Чтобы на темном огне было. Она вот как моя. Нет, она вот эта. Да, она. Вот, нет, там... Там все плохо. Нет, что там, 7 сеньор-детнетчиков. Ну, как бы, поверь, сеньор-детнетчиков. Там базовая конфигурация команды все плохо. Да? Сами взяли 7 сеньор-детнетчиков, и филиручки. Нет, они на другой проект. Ну, то есть на смешный, для этого же заказчика на другой. Они отчаялись найти. Они отчаялись найти. Конечно. А действительно, что-то модуучий. Он работчик. Вот, то-то я работаю с нодой с версии 0.4, по-моему, когда еще на модуле не было папки. И до сих пор узнаю как новое. Вот, недавно я, к примеру, как вчера, один из моих студентов показал... Ну, я никак не подсунул забавную проблему. Мы с ними изучаем, собственно, ЕС-6. И вот, показывал я им как сборщик вебпак, да, и вот они решили поиграться с вебпаком, создали у себя там папочки для обучения, папочку вебпак, написали там чего-то, решили же поставить вебпак, да, чтобы собрать. Делают npm init, он им генерирует пакет JSON, делают npm install вебпак, он говорит, отказываясь ставить вебпак как зависимость вебпака. npm init автоматически подтягивает имя папки в качестве имени проекта. Проект называется вебпак, и он такой при инсталляции говорит, слушай, я тебе буду ставить вебпак как зависимость вебпака. Название папок... Ну, блин, это один. Это из-за бабы в истории. Вот. Тем более, нода прошла достаточно длинный путь, к примеру, со времени 04, они же дважды меняли API стримов. Холодные стримы, горячие стримы. Вот, начиная с версии 0.8 до версии 0.12, они игрались с доменами для синхронных архивок, слава богу, они наконец от них отказались. Там есть на самом деле, ну, как это... Эффективная работа со стримами, это вообще как бы ничего не умеет процентов 70 нодовских разработчиков. Я вот в статье как раз вчера писал, что каждый раз, когда человек оплодит файл CSV на 1 гигабайт, а люди вначале сохраняют его на диск, а потом парсят, где-то плачет один котик. Потому что парсить его надо потоком. Прям не сохраняя на диск, можно на лету. Вот, ну, это так, лирика. Так, ага. Я за 10 минут до вашего прихода, меня попросили набросать программу для этих дотнетчиков. Я за 10 минут ее набросал, написали, спасибо, хорошо, нравится. Да. Ну, смотри, что я им за эти 10 дней буду рассказывать? Ну, слушай, я в личную жизнь, в жизни... Типа, мне нужны дотнетчики, ну, пойди накопай, да? Хотя эта шутка больше про перл-программистов. Конечно, двух я вообще-то тоже очень хорошо пишу на перле. А второго перл-программиста затащил в профессию я. Без комментариев, как это 63-я статья Конституции, никто не обязан свидетельствовать против себя. Так, еще две минуты и продолжаем. 63-я, спасибо. Главное, чтобы не статья 158-я, пункт D Старого Советского Уголовного Кодекса. Что? Нет, я, понимаешь, как это, я знаю очень много тюрки. Да, изнасилование крупного рогатого скота, группа лиц по предварительному сговору, повлекшая за собой смерть животного. Ну, это вот имя пункт D, то есть там все сразу, да? Скажи, как всегда, в главном кодексе, группа лиц по предварительному сговору. Хотя мне лично всегда было интересно, как это может быть группа лиц, но без предварительного сговора. Нет, я просто в «Что, где, когда?» играю, там такие вещи отдельные странные личности коллекционируют. Поступал в твой вопрос, да? Нет, хотя на какой-нибудь «Черном, что, где, когда?» вполне может быть. Да, вот видите, мне даже пропуск выдали, потому что я к ним надолго. Я подхожу к вот этой переговорной штуке, набираю телефон, говорю, «Алло, Вова, где деньги? Ты мне должен очень много». Он говорит, «Денег нет». Он говорит, «Тогда впусти меня». Завтра опять приеду. Слушай, я, учитывая... Да, было дело. Ты не поверишь. Теперь мне Вова должен еще больше. Так что, если вам не выплатят зарплату, ну, сори, бро. Мне же тоже надо платить моим сотрудникам зарплату. Там просто, понимаешь, мое отношение с Вова, это как отношение, вот знаешь, это студенческий ад и обычный ад. Ну, умер мужик, умер студент, говорит, «А в какой ад?» Говорит, «В обычный или в студенческий?» Говорит, «Ну, давай в обычный». Все нормально, пьют, гуляют, усят, но в раз, до вечера приходит черт и забивает в задницу гвоздь. Ну, через неделю приходит слушая, говорит, «Нет, сил терпеть, вообще невозможно». Говорит, «Давай меня в студенческий». В студенческом все то же самое, еще круче, пьянки, гулянки. И черт не приходит. Через полгода появляется черт с ведром гвозди, говорит, «Ну, что студенты, сессия?» Вот отношения боевые, приведенные все такие же. Я раз вен месяцев появляюсь, говорю, «Ну, что? Где деньги?» Ливовский. Да. Ладно, ехала. Поехали дальше. Ух ты, это все еще и тратировано. Ну, ладно. Ну, ладно, ничего такого я не сказал. Все, перерыв закончен. Ладно. Мне будет очень стыдно после того, как Артем Сухов иногда почему-то смотрит иногда мои записи. Нас, собственно, один из основателей Катанов будет услышать. Артем, извини, мне стыдно. А мы продолжаем. Ехала. Окей. Давайте дальше. У нас, у нас есть, часто возникает необходимость вкладывать один компонент в другой компонент. Представим себе, что нам нужно сделать, допустим, какую-нибудь штуку, которая выводит… Ну, вот у меня два инпута, нажимаем кнопочку, выводится сумма. Да? Давайте я сделаю… Сделаю просто тег «сам» компонент. И у меня будет компонент под названием «сам», в котором будет шаблончик. Давайте для разнообразия напишу «темплейт url сам html». Теперь мне придется, черт побери, вспомнить, в какой я папке нахожусь. Почему? Потому что осознаете, ух ты, это папочка «темп». Нет, я не верю, что это папочка «темп». Да врешь ты все. По-моему… А, надо же, действительно папка «темп». Ну, ладно. Дело в том, что, как вы знаете, при использовании протокола файл, как я сейчас открываю страницы с диска, невозможно выполнять АЯК-запросы к другим страницам, собственно, расположенным на диске. Но это нужно для того, чтобы какая-нибудь хитро выдуманная программа героически не увела с вашего диска чего-нибудь ценное. Поэтому мне нужен будет веб-сервер. CD-юзер, сам фаб-дата. Придется это запускать теперь. Короче. HTTP-сервер. И запускается он на порту 8080. Сложить теперь два числа. Что? Я без сервера не могу использовать template URL. Я вот сейчас написал template URL сам HTML, потому что мне некуда будет грузить эти. Не сможет загрузиться HTML-ка. А, поворот, да. Да, представьте себе, что вы открываете страничку с файла, она считывает ваше содержимое файлика с паролем и отправляет постом куда-нибудь на чужой сервер. Где ради этого, ради так и быть, сделали поддержку курс. Хорошо. Так, у меня эта штука называется number input. Смотрите, в самом HTML я пишу. Это кусок HTML просто. А число 1. Number input. Число 2. Number input. Сумма. И здесь я буду выводить контроллер сам. Так, есть. Если я не облажался, я где-то сохранить не нажал, судя по тому, что это в индекс HTML, судя по тому, что у меня старое выводится. И ни черта не работает. Почему? На что жалуемся? Это традиционная ситуация для ангуляра, когда мы ни на что не жалуемся. Ну, вот, ребят, серьезно. То есть у нас вроде все работает, но это у нас есть сам. У меня есть директива component.sum, у которого есть template.url. Давайте я сейчас вставлю template просто проверить, что. Сейчас у меня... А, то есть у него проблемы с template.url. Сам HTML... Может быть, тебе не нравится точка? Нет. Ты мне вывел. Число 1, дальше number input, и съел дальше все остальное. Какой ужас. А, потому что я не очень, да, сам число 1, number input. Да, скорее всего, он знает, что number input... Ну, он не знает про существование тега number input, и поэтому не может быть самозакрывающимся. Лучше, извините, особенности браузеров. Алексей про это бы рассказал лучше. А, да, извините. Давно не писал HTML. HTML. Каюсь, признаю, видоват. О, чудо, оно работает. Что? Да ладно, какой-то мог. React отстой. Да, я как раз о синтексисе говорил. Выпилю этот таймер, который был для демонстрационных целей. Хорошо. Смотрите, что мне нужно. Я теперь могу в своем контроллере здесь описать, там, допустим, this first value равно чего там у нас? Там один, this second value равно два. А здесь, здесь я могу написать sum value равно controller value. И, о, нет, не здесь, конечно, sum html. Тут тоже, кстати, говорят, стоит исправить на... Вот здесь я могу написать value равно controller... First value, да? В смысле? Ну, у меня он принимает, там, в свойствах написано. Second value. И зачем? А теперь смотрите, что я сделаю. Я уже подключал модуль scope. У scope есть еще один метод, который крайне не рекомендуется использовать, и который с появлением даже ES5 нужен чуть более, чем никогда, watch. scope, watch, он позволяет следить за каким-нибудь полем нашим, полем. Я вот не помню, first value, оно будет вызываться, когда у нас поменялось что-то. Да? Когда поменялось first value. Я вот только не помню, как он работает с контроллером синтаксисом. Нам надо написать контроллер S. Да, похоже. Да, да. Сейчас. Давайте сделаем не так. Сейчас я проверю. Что? По-моему, здесь я вот не помню. Ну, уже эксперты по ангуляру. О, видите, помню. Я говорю, следи за полем контроллер first value, когда оно поменяется. Контроллер second value. This sum равно this first value плюс this second value. Когда поменялось первое значение или второе значение, обновить значение суммы. Он сказал, что так нельзя писать. Вот так. Там, нет, там вот или через этот. Нет, вот это не про то, не мешайте мне. Сейчас. Давайте я проверю, во-первых, что он работает хотя бы с одним. Давай так, героически. Работает. И вот видите, сумма обновляется. Так. Ладно, попробуем, конечно, массив. По-моему, там можно... Опять же, вот я же говорю, в данном случае мы видим особенность ангуляра, что у нас надо помнить заклинание. В ходе групп. А начиная с ангуляра 1.4 есть watch collection. Да, но это мне неинтересно. Ну, меня устраивает и watch group, и watch collection, на самом деле. Оп, да, причем вот так оно, по-моему, пишется. Поверю? Да. Говорил, а ты бы написала бы массив снаружи. Я сделал то же самое, только я первый раз не облажался. Я не сказал, что ты не правил. Вот. Ну. Сейчас. Запятая где? Да, да, да. Это не так важно. Меня смущает, что... Нет, 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 нет. Меня смущает, что у меня подсветка синтексиса охренела от этого. Нормально, да. Это... Это еще один прекрасный эксперимент, который выиграет. Во. Да ладно, нет. На самом деле, на самом деле, то, что происходит сейчас, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Поясню, о чем идет речь. Смотрите. У меня this first value – примитивное значение, правда? Там лежит число. Ну, или строка, если вам не повезло. Когда в случае работы с HTML никогда не можешь быть уверен. Смотрите, вот этот биндинг, биндинг, не просто, вот поле value не просто приняло это значение снаружи. Да? Вот у меня же вот в шаблоне вот здесь передается вот это значение, да? Но и установила связь, что когда у меня поменяется значение в моем компоненте number input, обнови, пожалуйста, это значение здесь. Здесь точно так же, как ng-model, да? Когда внизу поменяли значение, синхронизирую его сверху. Понятно, в чем суть идеи? То есть вот в этом, опять же, происходит достаточно мощная вещь, когда у нас мы просто не задумывали… Вы вспомните, как обычно в JavaScript у нас с этим проблемы? У нас… Ой, а мы сюда передали привитивное значение, оно передалось по ссылке, а вот это передалось по значению, упс, и так далее, и так далее. Вот. Angular занимается синхронизацией. Если бы мне нужно было, чтобы оно передавалось в одну сторону, в одну сторону, я бы использовал вот здесь специальный другой значок. Вот такой. 1.5 Angular. Однонаправленный… Вот, кстати, вот эта штука… Почему это плохо? Потому что… Почему раньше вот равно, кстати, было большим источником проблем в Angular? Angular, оно было источником проблем, потому что вы вынуждены были доверять некие ценные вещи своего скупа вниз. Представим себе, что у вас есть там объект конфигурации Google Card, да, который вы скармливаете вниз в директиву… Ну, в компонент Google Card. Я чуть не произнес слово «директива». В итоге раньше вы его всегда скармливали через равно. И что получалось? Во-первых, равно – это был единственный способ передать объект. У нас там есть еще возможность написать собаку. Собака – это означает передать вот то, что здесь есть, как есть строкой. Вот просто придет строка. Ну, поэтому все нормальные люди пользовались равно, естественно. Строку редко возникает необходимость принимать. Так вот, в итоге объект Google Card имел возможность модифицировать тот конфиг, который ему передали. В итоге в ангуляре приложения превращались в кровь, в трэш-угар, потому что теоретически оно все вот там с верхнего скупа текло вниз-вниз-вниз, и где-то внизу, за счет того, что объекты передавались по сути по ссылке через равно, и вот этот механизм двустороннего связывания заботливо нам синхронизировал все изменения, мы могли в нижнем компоненте что-то поменять, и оно всплывало все наверх. Так, начиная с ангуляра 1.5 у нас появился вот такой синтезис, который говорит о том, что ты, пожалуйста, передай сюда то значение, которое у нас есть, но если эта зараза его поменяет, ты не обновляй его сверху. Очень похоже на реакт, да? Пробсы являются только для чтения. То, что нам передали, да? А дальше мы никак не можем их изменить. Вот. Кстати, это еще одна проблема. Вот ангуляра, вот ангуляра 1.5, я серьезно считаю, серьезно повысил возможности ангуляра по написанию качественного кода с меньшим количеством костылей, но это никого уже не интересует, потому что все интенсивно пиарят ангуляр 2. Это так, к слову. Хорошо. Еще компонентам же часто нужно взаимодействовать между собой. Давайте сделаем компонентик такой простенький. Кстати, вопрос на засыпку. Как я мог обойтись без этого всего? Хорошо. Нет, я мог в темплейте написать сложение раз. А если мне хочется вот иметь поле sum, которое будет актуальным? Ну, понимаете, я хочу как бы, чтобы я в шаблоне лежал, но я хочу избавиться от этого уровня watch collection. На самом деле я мог воспользоваться объект define property на this и определить property first value, second value с getter и setter, которые соответствующим образом обновляли бы поле sum. Ну, а кто мне запретит? Вот. Хотя я бы на самом деле, возможно, если бы это там, я бы написал лучше бы так this value, с равно объект, и дальше тут бы писал бы уже, ну, вот более человеческим способом, да, get first value, да, set first value, и там бы обновлял. Именно таким образом, в частности, можно ощутимо сейчас ускорить ангуляр, избавившись почти полностью от вызова в watch контроллерах, используя вот getter и setter. Да, я вижу, что вы, я думаю, об этом не задумывались. Это нормальная практика, да? В watch? Да, ну, была нормальная, раньше не было этого всего. Ангуляр спокойно работает везде, где работает ES3. Ну, короче, в ископаемых браузерах. Они только недавно, ну, относительно недавно в масштабах вечности дропнули поддержку E8. Окей. Так вот, смотрите, хочу, сделаю у меня... Будет компонент называться tabs, табочке. Да, и у меня будет компонент tab, табочка. Табочка будет иметь следующую штуку. У меня будет шаблончик у нее, в ней будет divчик, в ней будет... Я буду выводить input... Я буду выводить input... Ой, зачем ты? Input. Буду выводить просто, там, козуму, тег h1, буду выводить ее имя. Так, контроллер name. Так, закрыли тег h1. Так, закрыли div. Закрыли div. Так. У меня будет просто name. Контроллер мне бы не нужен пока. Так, проверю, что она фигня у меня работает. Я возьму здесь это, напишу tab name равное test. О, не работает. Я нажал тут сохранить. Вроде да, parsing error unexpected. Так, ладно, тут я... Компонент называется tab, у него есть шаблончик, у него есть биндинг. На что жалуемся? Tab name. Test, он div, h1, а вот с именем что-то не взлетело, потому что... Собака, да? Передать как строку. Имя. Окей. Вот у меня... Я хочу... Вот у меня будет пачка таких табочек, да, tab1. О, господи, а там в мейн-холле за макбуки срутся. Мои макбуки отстой. Ну, только что привели хороший аргумент. Даже в самых последних макбуках нет тачскрина. Тачскрин это так удобно. Вот. Более того, как выяснилось, иметь тачскрины перо в два раза удобнее. Вот. И что я хочу? Хочу я простого. Вот у меня эти табочки, понятное дело, я могу их CSS-ом как-то настайлить, это сейчас за рамками. Я хочу иметь возможность написать следующую конструкцию. Tabs. Tabs. И чтобы у меня была возможность, чтобы вот этот Tabs выводил, допустим, заголовок активной вкладки, да, какой-нибудь. Потом линию и дальше, допустим, все вкладки. Я их потом CSS-ом могу спрятать и так далее. Идея в чем? То есть у меня вот тут сверху будет написать активная вкладка, и я хочу, чтобы я кликнул по Tab 2, написалось Tab 2. Активная вкладка, Tab 3, да? Понятная идея. Хорошо. Давайте делаем компонент Tabs. Что у нас в шаблончике надо будет написать? Мне надо будет написать активная вкладка, так, hr, тут будет там ziz, почему ziz, контроллер, active tab name. А дальше, что мне здесь надо написать? Подознающий Angular. У меня вот эта штука работала. Поверим. О, не работает. Говорят, нам нужно здесь Transclude True, да? Что такое Transclude? В данном случае мы говорим, опять же, не буду вдаваться в дебри, достаточно мощная возможность Angular. Но смотрите, у меня внутри компонента есть собственный шаблон, да? У Tabs. И у нас есть вещи, которые были переданы в качестве остальных, в качестве куска HTML, внутри который лежал. По умолчанию Angular понятия не имеет, он просто выкидывает то, что было между открывающим и закрывающим тегом, и вставляет шаблон. Директива, опция Transclude говорит Angular, ты, пожалуйста, схорони это. А ng-transclude указывает точку в шаблоне, куда это вставлять. Transclude гораздо мощнее, чем вот только это применение. У нас в Angular 1.5 появились именованные Transclude, то есть мы можем взять, передать несколько компонентов и рассунуть их в двух разных местах шаблона одного компонента. Вот. Это очень круто. На самом деле очень облегчает творение как раз всяких Tabs и так далее, но неважно. Суть в чем? Суть в том, что а как мне из Tabs достучаться вот сюда в активную вкладку? Я, конечно, мог бы поступить, как React это делает, да? К примеру, передавать в каждую вот этот компонент Tab, к примеру, поле ActiveTabName, да, которыми объявлено в Tabs, и чтобы каждая Tab его присваивала. Да? Но это же уродство передавать. Вы понимаете, да? Это в React у нас, видите ли, однонаправленный поток данных, поэтому нижние компоненты не могут взаимодействовать с верхними. В Angular есть механизм, позволяющий взаимодействовать с верхними компонентами. Этот механизм называется механизм Require. Я пишу, что Tab для своей работы требует две галочки Tabs. Что такое две галочки в данном случае? Дело в том, что вы даже не подозреваете, но компонент — это частный случай гораздо более мощного инструмента под названием директива. Директива — это, грубо говоря, правило, по которому оно должно вызываться. То есть, допустим, если у нас висит такой-то атрибут, да, и джаваскриптовый код. Компонент работает точно так же, да, правило, по которому он должен вызываться, это имя компонента, да, и джаваскриптовый код, который выполняется. Мы можем одновременно навешивать на один и тот же компонент несколько директив. У нас, грубо говоря, может быть несколько логик. Зачем это нужно? Ну, блин, ng-класс, который вешает разные классы, и ng-if, который управляет видимостью, да, уже две. Так вот, когда мы можем, если я напишу вот так, require tabs, я говорю, ты должен найти директиву с именем tabs, висящую на этом же компоненте, вот прямо здесь же. Если я напишу вот так, ты должен найти директиву tabs, висящую или на этом компоненте, или где-то выше. Понимаете, ищи вверх. Когда я ставлю две галки, я говорю, ищи, начиная от своего родителя и наверх. Понятно, откуда это. Это вот еще одна вещь в ангуляре, которая, дети, это нельзя понять, это надо запомнить. От вас спишется раздельно, а к вас вместе. Итак, что же у меня произойдет? Я воспользуюсь своим же финтом, вызову контроллер. Давайте так, контроллер, и напишу console.log this. Так, обновлю страничку. Так, name. Name интересно. А, все, я понял, у меня здесь контроллера нет. Мне нужен здесь контроллер. Я в верхнем модуле tabs заведу простенький метод. This set active tab, который будет принимать на вход имя и делать this active tab. У меня да, в шаблоне было написано. Active tab name. Давно name. Ну, просто контроллер объявил. Так. Обновились. Интересно. А ну, сейчас давайте я подгляжу в доке. Ой, не в эти доки. Потому что, если я правильно помню, то require в компонентах должен был вести себя по-другому. Он должен был мне добавить нужное поле. Сейчас глянем. О, документация по ангуляру не загрузилась. Ну, с кем не бывает. Так. 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 Ага. Все. Да. Тут нужно немножко другой синтез. Require. Вот здесь надо дать имя. И дальше правило. Вот так. Так. И теперь, если я не облажался... О! Мне ангуля... Я попросил... Ангуляр, дойди до tabs, в который лежит моя таба. Он говорит, хорошо, все, он теперь у тебя доступен в поле tabs. И я могу прямо вот здесь написать. Так, конечно, нельзя делать. Но я могу. Нгклик равно контроллер.tabs.setActiveTabControllerName. Обычное выражение. Ну, посмотрим. Работает? Что? Почему? Ну, по сути, мы могли бы еще переменную завести просто, или нет? Какую переменную? Там tabs. В смысле, вот тут вот? Завести переменную? Да. То есть ты предлагаешь мне сделать вот так. Да? Наверняка это сработает. Давайте проверим. controlTabsActiveTabName равно controlName. Да. Да, работает. Но так не надо делать. Пожалуйста, используйте сеттеры. Реакт почему тоже может родительский? Как? Вопросы, просто callback. Правильно. А здесь, смотри, здесь в данном случае, можем, конечно. Здесь просто другой механизм. Во-первых, смотри, здесь совершенно другая философия. В реакте родитель отдает ребенку callback. Да? Здесь ребенок в случае чего стучится к родителю, дергает у него то, что надо. Рядом с этим… Тут, конечно, есть ряд проблем. Ряд проблем, в частности, что неаккуратное использование вот этого подхода очень сильно нарушает инкапсуляцию. Да? Потому что у нас в JavaScript нет приватных переменных. Я могу из ребенка подключить контроллер верхнего компонента, да, и поизменять там все, что я хочу. Да, это есть. Это, к сожалению, так просто не исправить. Конечно, есть… Вот. Именно поэтому, если кто там ко мне ходил на курс Penguin, помню, что я был большим противником контроллера синтексиса в директивах. Именно по этой причине, что я называю… Нарушают инкапсуляцию. Но, в принципе, в принципе, суть в чем, что… Вот смотрите, без всех этих флаксов, без всего этого однонаправленного потока, Angular предоставляет нам вот такой механизм общения между компонентами, и это не единственная возможность, что является основным минусом Angular. Если бы они оставили вот только вот такой механизм взаимодействия, наверное, все бы было бы хорошо. Но у нас есть еще возможность использовать события, которые там генерировать на скупах. Я специально… Обратите внимание, я умудрился рассказать вот это все, ни разу не упомянув вот скуп в контексте механизма внутренней работы Angular. Я просто рассказал, что вот у нас есть… Да, вот у нас есть контроллер, вот это, вот у нас все это следит. Почему? Потому что тенденции развития Angular, начиная с версии 1.2, идут к тому, чтобы скуп как можно меньше использовался. Чтобы мы все это работали с this, с этом, все чище и чище. Вот. Так вот, вот зная вот то, что… Вот эти принципы, которые я рассказал, зная еще про вот эту вот стрелочку, на которой я всего лишь слегка остановился, мы можем писать на Angular достаточно эффективный код. Более того, более того, если бить по рукам других программистов, которые будут тянуть в Angular 1.5 подходы, которые существовали в старых версиях, вот эти rootscope emit, rootscope broadcast и так далее, и так далее, то можно писать достаточно красивый код. Все есть компонент, как и везде. Компоненты прекрасно модуляются, ну, прекрасно оттаскаются друг с друга, ну, из одного места в другое. Каждый компонент – это изолированный кусок. Если вы посмотрите там какое-нибудь видео там N-летней давности, то вам расскажут про хреналяр сущности, про какие-то контроллеры, которые на самом деле являются директивой просто с контроллером, да. Про директивы. Про директивы вам рано или поздно придется узнать, потому что директива – это частный случай компонента. Наоборот, компонент – частный случай директивы. Компонент – это что-то, грубо говоря, что всегда имеет шаблон, да, отдельный этот. А директива – это нечто, что определяет кусок поведения. То есть вот когда мы используем директиву ng-клик, вот здесь, да, все работает точно так же, как работает с компонентом. Angular видит, что у него в его недрах определена директива с именем ng-клик и выполняет ее. Точно так же выполняет ее там контроллер, там есть еще линк, функция и так далее. Это, к сожалению, ну, как бы познание директивы – это то, чего рано или поздно придется сделать, если вы решитесь пойти в Angular. Но уже вот даже не вникая, я знаю людей, которые пишут достаточно полезный код на Angular, при этом не будучи программистами в принципе по профессии, будучи физиками, когда не написав за всю жизнь ни одной директивы. Это физик у себя, физики у себя на кафедре там визуализируют данные своих экспериментов. Ну, просто это. И вот у них на Angular это все превосходно получается, потому что говорят, а что тут сложно, в HTML или HTML? Говорят, как это, если HTML способны осмотреть даже гуманитарий, я говорю, мы же физики. Вот. Ну что, мы сделали таким очень быстрым галопом, прошлись по экосистеме Angular. Очень многое осталось за кадром. Большую часть из этого я оставил за кадром, потому что это баллшит, потому что это устарело, это не нужно. Ну, типа, ребят, зачем нам долго рассуждать про 4-5 механизмов порождения сервиса в Angular? Если нормальный человек, а, использует один, б, все равно прикрутит туда веб-пак и будет использовать ей шестые модули. Ну, на самом деле, как порождающий паттерн и так далее. Некоторые вещи просто достаточно сложны и требуют чуть более глубокого погружения, чтобы оставить за кадром. Что? Нет, к черту cerebral пока что. Вот. Вопросы, пожелания, жалобы на режим. Что? Какие запросы? Конечно, в компонентах. А где? Не, подождите. Что за какие? Ну, смотрите. О, вот мы уже подходим к философии. Что значит? Раньше, вот Катя в свое время учила Angular в какие-то там дремучие времена 1x, 1.1, 1.2. Вот. Хотя кого мы обладываем? У нас недавно вот моя бывшая сотрудница, которая теперь работает с DEP Pro, вот буквально мигрировали реальный проект с Angular 0.9 до 1.2. В 0.9 даже NGIF не было. Что? А дальше что-то там не взлетело. Ну, смотри, до 1.2 получилось неплохо, а дальше возникли какие-то проблемы, не успела, уволилась. Все это несвязанные вещи. Факт, факт. Ну, ребят, будем откровенны. У DEP Pro сейчас очень крупный заказчик. Они как бы, когда человеку предлагают зарплату более чем в два раза превышающую текущую, говорят, моральные устои пошатнутся. Даже мои. Это нормально, это жизнь. Так вот, смотрите, где мы должны делать запросы? Если компоненту нужны данные, так компонент и дернет запрос. Только ради бога, конечно, это не должно быть, мы берем в компоненте, вызываем HTTP, прости господи. Нет, мы берем, пишем отдельно класс, который отвечает за работу с API, да, и используем его. Но если мы используем ES6 модули и вебпак, мы его подключаем, у нас уже есть синглтон, да? Нам нет необходимости тягать его ангуляровскими способами. Правда? Вот. Если мы решаем оставаться в рамках экосистемы ангуляра, то да, нам нужно написать отдельный сервис, в котором мы будем делать все запросы. Но это не потому, что ангуляр чего-то требует. Это требование здравого смысла. Мы должны разделять бизнес-логику и реализацию. То, куда уходят запросы, это реализация. То, что вы там делаете, это бизнес-логика, да? Поэтому компоненты, как элементы, реализующие бизнес-логику, должны не знать конкретных деталей. Иначе потом нам саппортить это будет тяжело. Вот. Поэтому, да, нам нужно, когда нам понадобились данные, дергаем метод, получаем результат. Вопросы? Ну, круто. На этом я, скорее всего, я надеюсь, я не буду говорить, я очень надеюсь, что я этому несказанно рад. Это была моя последняя лекция в рамках этого курса Катанов. У нас еще будет энное количество мастер-классов, да, Катя? Что? Ну, спасибо. Я все еще жду твоего мастер-класса. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Но оставшиеся лекции будут посвящены Эмберу. Их проведет, естественно, Андрей. Вот кто еще может рассказать лучше про Эмбер? Ну, на этом у меня, если у вас нет вопросов, все. Спасибо. Там, так, стоп-бродкаст. Там надо будет, наверное, в трансляторе снова вырезать перерыв. Я шучу, шучу, ладно. Да, я как этот, я же как неуловимый Джо, да, который неуловимый. Потому что он такой быстрый, нет, потому что он нахрен никому не нужен.